всем привет не про beatles я буду говорить про beatles я буду говорить в другой раз а сегодня я буду говорить про музыку которая вышла из beatles ну хотя это смешно достаточно потому что в общем то практически вся рок музыка вышла из beatles все что мы слушаем все группы которые мы считаем классическим роком они вышли из beatles но по-разному потому что beatles сыграли столько всего такое количество самой разной музыки что из каждого кусочка музыки beatles вышло целое направление ну вышло и вышло вышло как-то по-разному в нашей стране есть свой особый взгляд на рок музыку у россии как известно свой путь это я не иронизирую я действительно так считаю какой он нравится не нравится но он существует и рок музыку в массах воспринимают достаточно специфическим образом и конечно группа the smith не получила массовой популярности в нашей стране в отличие от англии европы от соединенных штатов америки и от той части россии которая от той части слушателей российских которые интересовались тем что происходит вообще в мире в искусстве в рок-музыке в частности в музыке вообще в живописи в кино и так далее так далее и тому подобное однако тяжелый пласт музыки юра и хип диппеппел и ладзеппелин а также black sabbath он конечно мозги свернул серьезно народным массам ничего плохого в этом нет это отличная группа я их очень люблю но любой шаг в сторону воспринимался как предательство прыжок на месте провокация и что там как-то побег и расстрел на месте поэтому многие уважаемые музыканты считали музыку группы smith полным дерьмом ну я их понимаю потому что здесь не было гитары с овердрайвом здесь не было моторных барабанов здесь не было голоса который с длинными нотами орет громко и такого вот адского навала звука тоже не было который есть и в прогрессив роке так называемом условно условно как любят многие говорить прогрессив рок там тоже ведь все ревет на самом деле большей части юмсом лейкан палмер там и у дженесис кого не возьми у ес там всегда плотняк грохот мощь и асфальтоукладчик который укладывает всю публику под собой чтобы там не говорили про изыски про виртуозное исполнение все равно там грохот там грохот и рев и овердрайв куда ни кинь куда ни посмотри везде это самое есть ничего этого нет у группы smith ничего не этого нет у замечательного композитора аранжировщика и гитариста джонни мара которого я очень люблю и который оказал невероятное влияние на по крайней мере на ленинградскую рок-музыку на ленинградский рок-клуб где все изменилось одномоментно не после того как все послушали the smith а вообще это это все росло 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 и выросло например в группу кино всем известную и многими любимую и я могу сказать что группа the smiths на виктора роберта вечер цой оказала примерно такое же влияние как группа the beatles которая вот у меня здесь вообще музыка кино выросла из beatles если кому интересно я как живой свидетель могу это сказать но потом появились новые герои появились вот эти парни замечательные и витя двинулся в эту сторону просто да 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 какого-то даже смехотворного пути потому что написал несколько песен в чистую не то что содранных с морисе и с the smiths а настолько в этом ключе в этой манере даже с попытками тирольского пения с этими прикриками при 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 визгами как например вот пластинка метод манер как вот взять песню barbarism begins at home 3 на второй стороне послушать ее и сравнить с тем что было спета вити на альбоме это не любовь и на нескольких песнях этого же периода не обязательно на это не любовь а вот в том ключе но прямо очень прямо вот такой smiths номер два и ничего там плохого нет потому что 99 процентов русскоязычных рок-групп играли в чистую просто попытки какие-то сделать а-ля black sabbath а-ля deep purple а-ля beatles тот же самый и много-много-много самостоятельной музыки было достаточно мало и у цоя кстати самостоятельная музыка появилась после того как он понял что музыка the smiths не прокатывает в нашей стране и двинулся в другую сторону немножко он не искал коммерческих таких как раз направлений чтобы вот я сейчас весь народ очарую и мы будем играть вот в этом ключе потому что это популярно потому что people это хавает ничего подобного он просто чуть чуть изменил настроение эту музыку играть очень сложно smiths русскому человеку который воспитан в общем на другой музыке как я уже говорил и виктор тоже был так так же как и все воспитан на музыке другой она была внутри в корнях beatles сидел никуда не не денешься и мелодика упростилась некоторым образом но хуже не стало я имею ввиду кино и и все пошло как по маслу все пошло очень здорово просто немножко в другом направлении а the smiths они в первую очередь джони мар конечно гитарист который изобрел придумал изобрел как угодно можно говорить манеру игры на гитаре в рок-группе такую который раньше никто не использовал никто так не играл никакого овердрайва никакого фуза и квака никаких тяжелых рифов никаких повторов а прозрачная ткань паутина созданная из массы наложений гитар с акустическими тембрами с использованием эффектов таких не неискажающих звук типа фленджер там ревербератор и и и прочие прочие дела и и так далее то есть без искажения звука практически чист чистый гитарный звук обработанный просто в пространстве и акустическая гитара которая не звучит как акустическая гитара у нее такой металлический сверкающий звук и музыка the smith она мне кажется с одной стороны черно-белый но не совсем черно-белый а серебряный такая серебряная паутина при этом очень живая дышащая и драйвовая но драйв не за счет вот этих самых рифов а за счет внутреннего такого внутреннего кача а мелодии же который поет мориси они вот-вот свалятся в джаз вот они на грани джаза находится ну вот-вот-вот не сваливаются в джаз ну рядышком находятся потому что они настолько свободными кажутся настолько кажутся импровизационными группа играет одно выходит вокалист и кажется хотя это не так мелодии все прописаны все придумано они с маром сидели его и сочиняли музыку вместе сочиняли очень вдумчиво внимательно тонко потому что музыка очень тонкая действительно там шаг вправо шаг влево побег а вот прыжок на месте провокация да 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 очень тонко каждая нотка на своем месте мар за этим очень внимательно следил он и продюсировал чем-то большинство записей the smith прекрасный гитаристы игры совершенно со своим взглядом на гитарной грунт со своим сознанием со своим видением как должно все это звучать но я повторюсь мелодии кажутся с импровизированными прямо на ходу и ощущение такое что выходит живой гений просто бог музыки который ловит ловит музыкальный посыл джонни мара и всей группы и на этом посыле начинает развивать свою музыкальную историю но опять-таки я повторюсь это не так все было придумано заранее вот эта пластинка мне очень нравится meet is mother 1985 года издания она конечно достаточно роковая если можно так сказать а смит достаточно громкая гитары все-таки не не с адским перегрузом но что то есть в эту сторону есть немножко такой роковый звук однако вот the handmaster ritual первая песня с этими тирольскими штучками как раз вот виктор робертович тут кое-что позаимствовал в своем пении периода это не любовь потом это ушло но это было what she said песня чистый рок неожиданный для smith такой гитарный просто drive 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 ушник ну и я уже сказал barbarism begins at home с криками моррисе с таким около фанковым басом тяжелым качающим повторяющимся с в рифе очень кайфовая песня очень мощно но моя любимая пластинка the smiths как и у многих это the queen is dead 86 год вот эти вот штучки это уже просто волшебство какое-то музыкальное волшебство вот эта самая паутина сотканная из гитар марра звенящих поющих летящих в пространстве в реверберации во флэнджерах в разных прочих обработках там студийная работа будь здоров какая мартом чуть с ума не сошел говорят когда записывал the queen is dead и следующий альбом тоже подсел на алкоголь очень сильно благодаря этой работе потому что работа очень сложная была очень тонкая а вокруг же еще коллеги были которые свои замечания отпускали свой взгляд высказывали как это нужно сделать и мар конечно был не очень доволен отношения с морисе у него напряглись стали разложиваться но слава богу не разладились до конца the queen is dead первая песня которая начинается шумов людских шумов и потом выходит в эту прозрачную область но она достаточно еще такая тяжеловесная в хорошем смысле она более электрическая чем то что будет дальше как всегда очень красивая вот это вот непредсказуемая мелодия морисе и уходим во фрэнкли мистер шенкли появляется акустическая гитара выходит на первый план акустическая гитара который не звучит как акустическая опять-таки она такая заэлектризована вся за из проволочек сплетенный звук такой из тончайших серебряный и песни одновременно и веселая и грустная музыкам морисе и мара она одновременно вот да она такая и с одной стороны легкая с другой стороны печальная и взгляд сверху потому что тематика песен она достаточно острая достаточно не удовлетворены музыканты тем что происходит в англии да и во всем мире в тот момент когда они записывали эту музыку и они об этом рассказывают что все в общем то не очень хорошо но ребята молоды полный сил движутся вперед играют музыку люди на концерты приходят поэтому элемент оптимизма конечно присутствует в полный рост но при этом и печаль от происходящего в мире мудрость юности вот что я скажу юность вообще-то достаточно мудра потом когда человек обрастает становится взрослым начинается быт начинается работа начинается куча обязанностей и бытовуха на эту мудрость в общем-то прибыла прибивает пришибает и взгляд сверху уже такой чистый он не у всех получается получается взгляд достаточно узкий у кого-то в телевизор у кого-то в интернет у кого-то внутрь себя и окружающий мир перестает интересовать в той мере в к в которой он интересует молодых людей ну здесь как раз еще период хороший еще период по-хорошему молодежной мудрости айновый цовер следующая песня просто красивейшая какая-то не баллада даже оси это длинная все время меняющаяся космическая какая-то не не в смысле pink floyd а космическая по мелодике по по полету по полету сознания вот что я скажу и она же продолжается песней never had no one ever то же самое как будто продолжение предыдущей песни такое осмысление происходящего как я уже говорил с удивительно красивыми гитарами мара но зато следующий номер country gates это уже веселый бодрый рок приходите в клуб мы вам сыграем такую песню от которой вы офигеете пойдете выпейте пиво будете качаться крутиться кричать хлопать давай еще давай еще очень все красиво ну и на второй стороне тоже тоже все прекрасно хочется выделить конечно песню there is a light that never goes out с оркестровкой джонни марра правда там не струнно играют там играют всяческие синтезаторные штучки но оркестровка читается все равно это баллада не баллада это просто такая же вот сюита как i know it's over только еще лучше еще больше еще громче еще витиеватей и лиричней вот что я скажу про эту группу общем группа the smiths это явление в музыке как английской так и мировой так и российской как я уже сказал потому что она сознание музыкантов многих в том числе виктора робертовича цоя подвинула значительно вперед он этот этап прошел стал играть немножко другую музыку но этот этап был очень важен очень важен он 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 не дал закостенеть не дал затормозиться в каком-то вот этом вот традиционном уроке если бы это случилось было бы не интересно уже а так развитие движения это жизнь пошел пить пока